Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне Dota Yoga по Tableau. Сегодня у нас новые данные. Это проект, опубликованный на TixArters с 2009 по 2016 года. Но в этот раз мы будем работать только с датами для того, чтобы в полной мере освоить настолько привычный и с виду простой вид данных. Давайте перейдем в Tableau. И подключимся к новому виду данных. Это у нас будет тоже ssfixner файл который лежит вот здесь. Сейчас с тобой подключится и мы сможем снова работать. Давайте подвернем с запятой. Посмотрим, что у нас из этого вышло. Так. Видны все данные. Все столбцы разделились. Хотелось бы сразу отметить, что если мы посмотрим на столбец Launched, то здесь данные представлены в необычном формате. Здесь представлены дата и время. При этом видно, что в конце у нас есть PM, AM. и это английский вид представления данных. Это явно не указывается в самом решении кейса Data Yoga, но это является достаточно непростой проблемой для того, чтобы получить из строки дату и время. то есть, если мы это делаем сейчас, то у нас по большей части будут нули, а не необходимые данные. Это происходит по той причине, что Tableau не воспринимает в российском локале подобного рода данные. Сейчас все посчитается. Вот, как видите, потом мы вернемся на место. По этой причине нам нужно поменять локаль файла с русского на локаль Соединенного Королевства. Убираем ее здесь. Закрываем. После этого мы убираем Data Time. И как я понимаю, все должно пересчитаться. Сейчас что-то кто-то считает. Давайте посмотрим. Порядка 30 секунд занимает процесс пересчета данных. Как видите, сейчас все пересчиталось. Теперь у нас есть дата и время. Поэтому давайте перейдем к созданию визуализации. ответим на первый вопрос. В каком квартале какого года было зарегистрировано больше всего проектов. выбираем выбираем поле launched. Вставляем его сюда. Строчки. Хотелось бы сразу отметить, что это небольшой баг этих данных. И 70-й год нас не интересует. На самом деле, про таких стеклян тогда еще и по мини не было. Поэтому давайте ассортируем это так, чтобы нам не пришлось после этого каждый раз приисчитывать. Вот, теперь у нас 9-го по 10-й. Табло автоматически воспринимает дату как иерархию. поэтому можем раскрыть год таким образом, чтобы он учитывал квартал каждого года. И нас интересует после этого показатель на обл фракерс. Только здесь больше подходит барчарт. И в данном случае он намного удобнее. Так что давайте сделаем подписи. И мы видим, что 24229 проектов было запущено в 3-м квартале 2014-го года. Следующий вопрос. В какой день недели лучше регистрировать проект? Это тоже простая задача. Давайте возьмем поле Launched, принесем его в столбцы и нам нужен день недели. Причем не для каждой различной недели, а именно вообще. Вот. И также приносим набор фракерс строчки, используя опять-таки барчарт. И для того, чтобы перенести статус проекта, для того, чтобы понимать, каком проект состояние, мы принесем его статус цвета. То есть мы видим пять различных статусов проекта и на основании этого на основании этих данных можно делать поводы по поводу того, когда лучше начинал проект. В данном случае лучшим вариантом является вторник. как правило если смотреть в абсолютном количестве, то больше всего их регистрируется именно в этот день. Следующая часть. Когда из всех проектов было максимально особым планируемого сбора и собрано? То есть нам нужно ответить на два вопроса, грубо говоря, и использовать две меры. то есть сколько планировалось собрать и сколько собрано. используем опять-таки launch это схема столбца. При этом нам нужно выбрать именно дату и также добавить два столбца. Будем использовать два мера. Это сколько планировалось собрать и сколько собрали. Только давайте будем смотреть данный показатель исключительно в США. Поэтому в фильтрах выберем исключительно эту страну. и как видите опять-таки это проблема с 70 годом и его тоже исключим. выбираем выбираем все кроме 70 с 70 мы можем выбрать только максимальные подписи исключаем минимальные. И как видите в первом случае планировалось собрать 145 миллионов а максимальным было собрано всего 23 миллиона. осталось еще два вопроса четвертый звучит так в какой категории больше всего удачных проектов и для какой страны давайте принесем страну вот сюда общую сумму записей переносим сюда в основной категории мы переносим строчки при этом давайте разобьем каждый из проектов в зависимости от этого состояния. Мне кажется чтобы ответить на данный вопрос лучше выбрать какие-то определенные страны давайте будем использовать Канаду и Австралию Австралия и Канада мы можем отстартировать то есть если в Австралии самая большая доля доля проектов очевидно бросается в дизайне то есть самая большая доля успешных находится именно здесь то в Канаде опять-таки отсортируем правила от количества зависит то в Канаде это фильм инвидео то есть категория кинематографа и последнее последний вопрос звучит какая страна отличилась наибольшим ростом забранных средств с 2015 по 2016 год то есть здесь нам нужно выбрать страну выбрать сколько всего собрано и мы опять-таки будем использовать обычные вычисления и посмотрим по годам здесь же нам нужно выбрать только 15-16 год чтобы посмотреть их прирост давайте на 15-16 года теперь будем посчитаем табличное вычисление используя показатели percent difference percent difference вот только в формате линей нет не очень удобно будем использовать барчарт при этом добавим подпись про каждого элемента и так же можно ее раскрасить для того чтобы это сделать мы выделяем зажимаем control нажимаем на показатель и перетаскиваем его в цвет для того чтобы его заново не считать как мы видим максимальное число 337 процентов давайте пробуем найти вот оно это страна алексембург которая лечилась тем что с 16 по 15 год люди запускавшие проекты находящиеся в алексембурге увеличили их количество практически в 3,5 раза таким образом для третьей части кейса кейсов от дата йога по табло мы ответили на все вопросы